Самой громкой новостью последних дней оказался развод Рено и АвтоВАЗа. Французы наверняка хотели бы отстраниться от российского рынка красиво, сохранив лицо прежде всего перед европейской общественностью. Но не похоже, чтобы российские партнёры стремились в этом помогать французам. Поэтому о ещё не состоявшейся сделке мы знаем даже больше, чем могли бы. Согласитесь, продажа государственному институту НАМИ за один рубль даже без права распоряжения выглядит уж слишком формальной процедурой. Кроме того, министр промышленности и торговли Денис Мантуров приоткрыл завесу тайны и над другими переговорами. По его словам, завод Хёнде в Санкт-Петербурге нарабатывает какой-то объём комплектующих. Что касается остальных брендов, то от них ждут ясности к лету. Мы рассчитываем, что в течение максимум мая они придут к решению окончательному, и не позже июня мы должны с ними прийти к общему знаменателю. А вот калининградский автотор умудрился наладить поставку комплектующих. Как и прежде, машинокомплекты отправляются океанским контейнеровозом из корейского Пусана до немецкого Бремерхаффена, а оттуда — после перегрузки на судно поменьше — в Калининград. Вот только фрахт контейнеров подорожал в разы ещё до санкций. А в новых условиях — и подавно. По словам основателя автотора Владимира Щербакова, доставка одного контейнера сейчас обходится заводу в 20-25 тысяч долларов против 4,5 тысяч раньше. При этом в самой Корее впервые за семь кварталов наметился спад автомобильного экспорта. Заводы страдают от нехватки микрочипов. В таких условиях ритмично снабжать Россию комплектующими, где каждый чип нужно ещё проверить на подсанкционность, просто невозможно. Поэтому конвейер автотора замрёт 1 мая, чтобы запуститься 23-го. Для работников остановку оформят как корпоративный отпуск. Компания Solar's Auto тоже объявляет корпоративный отпуск на 9 дней между майскими праздниками. В целом, с учётом всех выходных, завод Мазды во Владивостоке будет отдыхать с 30 апреля по 18 мая. Напомним, что эта площадка выпускает для российского рынка кроссоверы Мазда CX-5 и CX-9, а также седан Мазда 6. Похожий график установлен и для Ульяновского автозавода, который тоже входит в орбиту Солерса. УАЗ не будет выпускать автомобили с 30 апреля по 15 мая, после чего конвейеры вновь заработают. И ровно в такие же даты, на первую половину мая, назначил себе отпуск тульский завод Хавейла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова